Другим вопросом, которого коснулся тот ашарит в том отрывке, были слова Ибн Хаджира в его книге «Сокрытые жемчужины» о том, что Ибн Таймия, да помилует его Аллах, покаялся и принял убеждение ашаритов, и что он был ашаритом. В качестве опровержения на эти слова я скажу, что слова, упомянутые Ибн Хаджиром в «Сокрытых жемчужинах», не принимаются по нескольким причинам. Во-первых, в книге Ибн Хаджира от Дурар в этом вопросе есть взаимные противоречия. Он упомянул, что Ибн Таймия в 712 году был подвергнут испытанию из-за своей книги «Атыда Тульвасытия», в которой он следовал пути предшественников. Затем он упомянул, что в 707 году Ибн Таймия написал об отказе от этих убеждений. Это противоречие. Как он мог отказаться от своих убеждений в 707 году, а в 712 быть испытанным за его книгу? Во-вторых, запись об отказе, авторство которой приписывают Ибн Таймии, ложь, так как это полностью противоречит тому, что он написал во всех своих книгах, как до упомянутой даты, так и после нее. В-третьих, Аз-Загаби пишет, что если бы он не написал эти слова, то его бы убили. Поэтому, если это предание и достоверно, то он написал их по принуждению. Если человек совершил неверие по принуждению, то он не несет греха, как это было с Аммаром Ибн Ясером. Это в случае, если он действительно писал эти слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!